В Мурманской области проводятся общероссийские командно-штабные учения по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов. Особое внимание на тренировках уделяется действиям спасателей в условиях угрозы распространения коронавируса. Для этого на площадку Вретенская, где развернулась учебная операция, прилетел вертолет санавиации. Кристина Харатова с места событий. По легенде учений в акватории морского порта на танкере накопители Кола произошел пожар и разлив нефтепродуктов. За полярным спасателем в сложных погодных условиях, а по сценарию здесь шторм и гололед, пришлось ликвидировать ЧАЭС. Специальный пожарный катер тушил возгорание, а другие суда занимались устранением разлива горючего топлива. Уникальность именно этих учений заключается в том, что мы ушли от традиционных тренировок. Традиционно мы проводили квататории Мурманского порта, где выставляли боновозаграждение. Сегодня мы учения разыграли по наихудшему сценарию и выбрали танкер вместимостью 300 тысяч тонн, который в случае пожара на котором, это угрожает экологии не только Мурманской области, а всей Арктики и мира в целом. Также, согласно легенде, на танкере было пять условно пострадавших членов экипажа с признаками коронавирусной инфекции. Их эвакуировали и отправили на спасательном вертолете в быстро возводимый экспериментальный госпиталь в Мурмашах. Благодаря слаженной работе всех групп спасателей учения прошли успешно. Такую оценку дали как руководитель главного управления МЧС области, так и глава региона, который также наблюдал за тренировкой и участвовал в общероссийском селектором совещании прямо из подвижного пункта МЧС. Я очень надеюсь, что никогда такого в акватории Кольского залива и вообще на территории Мурманской области не случится. Но, безусловно, перевалка в акватории – это в любом случае особо опасное мероприятие. И мы должны тренироваться все вместе для того, чтобы в случае возникновения чрезвычайной ситуации на воде уметь быстро ликвидировать ее. То, что мы видим сегодня, на сегодняшнюю минуту, все работает четко, слаженно, скоординированно. В данных учениях принимали участие более 300 человек и 28 единиц техники. При этом в практической части, то есть на воде, работали 153 спасателя на 14 судах. Продолжение следует...